КОМПЮТЕР И КИСОЛИСКА秋 КИСОЛИСКА était бы неп отличным в trick А я не хочу в магазин Тогда я пойдю в магазин А Юми с Мишей и Алисой останется прибираться Кажется КИСОЛИСКА сработало Да, отличная идея Мы с Маной Мишей и Кисло 약is А вы СопUm Сработало! Тихо КИСОЛИСКА Ты подписывайся на наш канал скорее И ставь лайк. И в опросе голосуй всегда. А, ладно, а что мы тогда пошли? Сработала киса Алиса, сработала, мы выпроводили их. Классно, а что теперь мы будем делать? Сейчас я кое-что покажу. Ура, давай. А, ну что, девочки, давайте, наверное, начнем с этой комнаты, а потом всю остальную квартиру приберем. Мам, мы не будем прибираться, я специально выпроводила папу и теть Софи, чтобы кое-что показать вам. Я взломала его компьютер. И мы будем смотреть тайные ролики папули, которые он от нас вскрывал. Круто, да? Ой, не знаю, я мечу, мне кажется, это неплохая идея. Может быть, лучше не надо? Мне кажется, мы очень много сегодня узнаем от тети Софи и папе Ивне. Ладно, женское любопытство берет верх. Это другое дело. Киса Алис, ты что делаешь? Скажи нашим Маджикам, что после того, как они посмотрят этот ролик, пусть идут на главный канал Маджик Фаммали. Там новое видео вышло с нами. Поняла? Да, только я не поняла, что это было. Ох, это было очень интересное видео. Надеюсь, ребята сходят нас поддержать. Супер интересный челлендж. Реакция собак на мои игрушки кошачьи. Я имею ввиду, что это было, что ты такое устроила на компьютере. Там собаки-барабаки пробовали мои игрушки. Ты такого еще никогда не видел. После того, как досмотришь этот ролик. Сходи и посмотри это видео, оно реально крутое получилось. И самое главное, там набрать много лайков, чтобы снять вторую часть реакции мою на ваши собачьи игрушки. Достаточно уже твоей реакции на папин компьютер. С тобой явно что-то не так. Просто я очень рада, что вышло такое видео про мои игрушки. А еще я очень хочу посмотреть ролики про Ивана и Софи. Понятно. Ссылка на ролик будет, как всегда, внизу в описании к видео. А мы начинаем. И у меня есть задание для подписчиков. А про Анин канал вы рассказываете, что на видео сняла. На своем канале Аниме Аджик я уже смотрела. А, я не знаю. В любом случае, все ссылки будут там внизу в описании. Ребята, внизу. Я включаю. Нет, сначала задание для подписчиков. Они, как и я, должны посмотреть ролики Софи и Ивана. И сказать, кто круче, Ивана или Софи. Изменился ли Эйван и Софи или нет? Включаем. Теперь понятно, зачем он скрывал это видео. Может быть, не стоило показывать его подписчикам? Да уж, папуля. Позор-то какой. Вот как жила тетя Софи, когда нас не было. Теперь понятно, почему она такая толстая. Она не толстая, киса Алиса. Да уж, чувствую, сегодня мы много о них узнаем. Очень странно, я ее ощущаю. Раз, два, три, пошла девочка. Я не делаю. Эйв, ну ты ходишь, как медведь. Платье поправь. Разве девочки так ходят? Так, Саня, ну мешает. Скажи спасибо, что каблуки сломали. Все, я не могу идти. Ну давай, ну разочек, ну давай обратно. Походочкой, нормальный такой женственный. Ну, ну, нет, не могу. Эйва, ну это не сложно, давай. Сама-то без платья. Ну давай, вот отсюда, сюда. Просто вот так возьми и дайди женственно. Вот блин. Вот дошел, все. Эйва, ну только не ложись на землю, это не по-женски. Так, ну ладно, давай попробуем выразить женственность в танцах. Ну иди сюда скорее. Да блин, ну и что? Подбородок тянем выше и на носочки. Вот так. Ну, а теперь вставай на лапки. Так вот. Эйва, ты в баскетбол играешь или танцуешь? Вложи в это всю свою женственность. Вставай на носочки. Ну блин, я что балерина? Ну смотри, вот так вот головку тянем. Ой, бру-бру-бру. Эйва, ты сначала вот так научись. Вот так, раз, два, три. Все, надоело. И ресницы эти накрашенные. Вот видишь, не так-то все просто. Ладно, признаю, быть женщиной это великий труд. Можно платье снять уже? Да. Папа что, платье носит? Я думаю, это они видео какое-нибудь снимали. Но все равно, он же мужик. Юми, только не говори, что ты это видела. Это травма детства, между прочим. Софи. Эйва, ты что? Ты чего? Ты напился что ли? Ты знаешь, что такое Франкилл? Ну ты скажешь, знаешь? Эм, нет. Ты. Понятно. О, мой собак чебок, какой кошмар. Мам, не расстраивайся, мам. Слышишь, а? Мы можем больше не смотреть ролики. Нет. Мам, я что, зря. Компьютер забывала. Давай смотреть, мам, иди сюда. Ну что, детка, а? Принеси-ка мне коктейльчик. Эйвен, прекрати. Я говорю, коктейль тащи. Ой, Эйвен, хватит. Я похож на Брэда Пита в Мневском клубе. Почему? Потому что ты собака. И ты Эйвена, не Брэд Пит. Я похож на Брэда Пита в Бойцовском. Нет, Эйвен, похож. Нет, похож. Нет, а так? А что-то изменилось? Характер. Его просто пока не видно. Эйвен, ты сейчас серьезно вообще? Абсолютно, детка. Теперь я стал совершенно другим. Мой брат так себя не ведет. И Брэд Пит. А как ведет себя Брэд Пит? И как ведет себя твой брат, детка? Все, Эйвен, заканчивай эту ерунду. Но я же звезда, Софи. Ну принеси-ка коктейльчика. Сам сходи, а, Брэд Пит. Видишь, мам, все не так плохо. Если хорошая папуля, он крутой. Отстань, Ньюми. Зачем ты вообще это придумала? Да ладно, давай еще посмотрим, а? Если бы ты стал президентом или мэром, что бы ты сделал первым делом? Всем собакам гулять сколько хочешь и где хочешь. Ой, Эйвен, ты крут. Всем собакам бесплатный корм. Сколько хочешь, бери. Вот это я понимаю. Нормально поесть положили. Ням-ням, ням-ням. Эйвен, ну ты офигительный закон придумал. Это просто вообще смотри. Вообще просто, вообще, Эйвен. Мама. Эйвен, ты же президент. Тебе не положено болеться. Всем собакам спать в хозяйской кровати, когда хочешь. Крутяк, Эйвен. Эйвен. Видишь, каким бы Эйвен был хорошим президентом для животных, да? Да, я же говорю, папа крутой. Мало ли, что у нас было в прошлом. Мы в прошлом все странные, да, были? Да, у вас с Мишей было тяжелое прошлое. Я бы хотел уметь превращаться в предметы. А, и какой бы ты предмет превратился? Ну, например, в стул. Вкусняшка Эйвена. Ла-ла-ла-ла-ла. О, блин, Эйвен, блин, блин. А, ха-ха-ха-ха. Ну, ничего, еще посмеемся. Ой, черт. А, ха-ха-ха-ха. Тогда уметь будет невидимым. Да, точно. Эйвен, опять? Ой, прости. Ну ладно, тогда мысли читать. Ага, удачи. О, вкусняшка Эйвена. Я все вижу, Софи. Ой. Она не знает, что я умею читать ее мысли. Наверное, он просто заметил меня с дивана. Делаю вид, что мне все равно. Ага, делай. Пойду-ка я, Софи, отойду в туалет. Ага, давай. Так, вроде бы ушел. Можно украсть вкусняшку. Тихонько, тихонько. Вот она, красавица моя. Положи на место. Как он узнал? Я тебе говорил. Ладно, в другой раз. В другого раза не будет. Эйвен, ты что, правда мысли читаешь? Я бы тоже хотела иметь суперспособность. А я бы сейчас подумала. А-а-а, откуда у Эйвена все теорики? Ты бы хотел поменяться телами, Софи. Не снимайте меня, пожалуйста. У меня боязнь камеры. Хотите, я вам расскажу, что это за ощущение, когда ты в другом теле? На самом деле, это весело. Так, сейчас я вам все расскажу по порядку. Итак, поехали. Ой, хотя подождите, давайте сменим ракурс. Снимайте меня вот здесь, вот здесь, вот так. А-а-а, я хорошо смотрюсь? Я хорошо смотрюсь? Нет, пожалуйста, я стесняюсь. Нет, простите. Ладно, что вы хотели спросить? Вот я нахожусь в теле Эйвена. Но моя душа все равно осталась моей. И мой разум тоже. Так вот, несмотря на то, что это тело немного отличается от моего красивого и безупречного. Например, тут какая-то штука между ног болтается. Шерсть так себе и хвост не такой у меня. Ну, так вот. Я, между прочим, тоже считаю, что это тело так себе. Мама, что это? Мама. Вот видишь, душой не зависит от тела. Несмотря на то, что Эйвену досталась моя прекрасная оболочка, он даже ее испортит. А я умудряюсь даже в этом скудном теле оставаться прекрасной. Может мне тоже поменяться телами, например, с кисой лисой, как они то сделали? Кажется, я поняла, что это за ролики и откуда они. И что это? Ох, Эйвен. Если бы ты был колбаской, ты бы себя съел. И я бы не успел бы себя съесть. О, какая колбаска. Полежу тут, повторожу свою колбаску. Надо ее попробовать. Кто-то где-то кричит. Оказалось? Ммм, какая вкуснятина. Кажется, я думаю, что это все не по-настоящему было. В смысле, а как еще? Мне кажется, что, что Эйвен решил бросить, бросить. Бросить что? Точно. Какой-то сегодня мрачный день. Видимо, он что-то предвещает. Эйвен, я прочитала в интернете, что сегодня обещают конец света. Надо собираться. Пишут, что нужно запастись самым необходимым минимумом. Так, крылышко, шапочка, бантик. Все, я собралась. Может бантик заменить? Минимумом. Какое странное слово. Минимумом. Минимум. Минимумом. Минимумом. Так, ну вроде я готова. Может, думаю, пасту взять? Ты собрал своим минимумом? Я собрал список книг про конец света. И до конца света их нужно все прочитать. А зачем? Чтобы знать, что такое конец света. Да, Софи. Ясно, ясно. Слушай, а что такое конец света, правда? Это конец всему живому. То есть, как бы нас не будет. Нас не будет. Нас не будет. Подожди, нас не будет. Мы все умрем, Софи. Подожди. Нас не будет. Мы все умрем, Софи. Ой, а зачем тогда нам все эти вещи? То есть мы зря собирались? Может быть тогда мы просто как бы доедим наши вкусняшки, пока не наступил конец света? Да, пожалуй. Ну не пропадать же им как бы. Конец света, точно. Что, мам? Эйвен решил бросить. Кажется, я поняла. Он решил бросить снимать свои видео. Своё личное шоу в вечерне, Эйвен, да? Поэтому он удалил эти ролики и спрятал их. Да, Юмичу. Я не знаю. Хм, моё любимое имя. Моё любимое имя. Моё любимое имя. Имя любимое моё. Моё любимое имя. Имя любимое моё. Имя любимое моё. Моё имя любимое. Имя любимое моё. Имя любимое моё. Твоё имена. Имя любимое моё. Имя победимая. Любовь моя. Моё имена. Имя любимое твоё. Но Эйвен же такой талантливый. Зачем ему бросать Ютуб? Не Ютуб, а Киса Алиса, а шоу своё. София, хочешь послушать моё новое произведение? Давай. Включаю. Классная музыка у меня получилась. Ты уверен, что хочешь попробовать это, Эйвен? Уверен. Может быть не надо, всё-таки это еда двумногих. Ай, это было вкусненько. Надеюсь, ты об этом не пожалеешь. София, принеси воды ещё. Ой, говорила я не надо. Но мы не должны позволить Эйвену бросить Ютуб. Мам, смотри, что я нашла. Кем ты себя видишь в будущем? Прекрасный, красивый, старый, умный, чихуахуа, живущий в одиночестве и покое. Эх, наконец-то пенсия. Эйвен. Я приехала в гости. Эйвен, поднимайся, доброе утро. Эй, братец. Хм, кажется, тут его нет. А, вот ты где? Нет, тут его нет. Хм, так куда он подевался? Эйвен, ты где? Я думала, ты прячешься, хочешь меня напугать, Эйвен. Хм, пусто. Где же он? Эйвен, хм, что такое? Но я тебя найду. Ты в домике? Нет, тут его нет. И на крыльце его нет. Нет. Под диваном? Нет. У миски нет. На кухне нет. Ага, знаю. Эйвен, Эйвен, я тебя нашла. Нет, на стуле. Опа. Тут не Эйвен, но кое-что есть. Софи, я знаю, какой сегодня день. Я не хочу сюрпризов, происшествий и подарков. Займись своими делами. Твой брат Эйвен. Хм, займись своими делами. Это он так пошутил и хочет, чтобы я его нашла. Ох, какой прекрасный солнечный день. Самый лучший день рождения для Эйвена. Какое одиночество. Что может быть лучше? Эйвен. О, нет. Эйвен. О, нет. Эйвен. 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 Может она меня не заметит. Если отвернусь, может и правда не увидит. Это я, Софи. Лучше вообще-то верну в строй. Эйвен. Хочу стать невидимым. Где же ты, Эйвен? Эйвен, ну где ты? Ничего себе, я практически невидимый. Эйвен, я тебя нашла. Вот ты где. Днём рождения тебе, ура. Ага, Софи. Я испекла тебе печеньки. Так, милая, спасибо. Сейчас принесу. Да, вот как-то так. Может быть папа и нас всех не хотел? Может он хочет жить один? Это так грустно. О, ужас, собачий бог. Вдруг мы все ему не нужны? Соблюдать правила приличия, ходить в туалет на унитаз, смотреть постоянно телик, очень много-много-много работать за кампом. Можно, правда, еще иногда успеть выехать в отпуск пару раз в год и полюбоваться чем-нибудь. А еще создавать себе проблемы, потом сидеть и думать, как их решить. А встречаться с друзьями? По выходным. Девать-девать, чувак. Скорее, давай, пойдем, а то времени мало у нас. Мало-мало, времени мало. Пойдем-пойдем. Пойдем-пойдем. А дети? Можно, но тебя досталось. У вас неправильное воспитание. Думаете. Видите, как ваш ребенок не активен? А, боже. Ну, а писать-то на улице можно? Ну, нежелательно. Боже, что он делает? Хам. Муж, якори. А с игрушкой играть где хочешь? Эээ, не поймут. Странный какой. Посмотрите, какой странный. Да, очень странный. Ну, от работы есть можно. Ой, все кругом следуют моде. Думает, стал веганом и... Из всего осталось, сколько стоят. Кто вы тут стоите, молодой человек? Подозрительно оглядываетесь как? Я сейчас полицию вызову. Ну, а на соседей гавкать. А, ну, это можно, короче, круче тот, кто перекавкает. Ммм, нет, не хочу быть человеком. Так, стоп, самое главное мы выяснили. Это не правда, это шоу. Значит, Эйвон не пукольщик. И не грубиян, и не пьет, и не хочет нас всех бросить. Это просто фильм, да? Да, но нам нужен план по спасению его шоу. О, ребята, а что вы тут делаете? Мы сходили в магазин, а вы до сих пор не прибрались? Да, мы там клипы смотрели, все такое. Готовили следующий педскавер. Да, думали, что будем пить в другой раз. Короче, ничего важного. План по спасению видео Эйвона. Какой план, что? Вы о чем вообще? Что там в компьютере делает Кисалиса? Кисалиса, вырубай! А что там делает Кисалиса? Что она там смотрит? Да небось опять какие-нибудь приколы на Ютубе. Да, понятно, зря мы в магазин ходили, они так и не были. Вырубай! А ты переходи на главный канал Magic Family и смотри там новое видео. Да, там же крутое видео мы сняли, помните? Да, реакцию нашу на кошкиные игрушки. На Кисалисиные игрушки. На мои игрушки. Так, надо вырубить срочно, пока папа не заметил. А что такое-то, а? Ничего, 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 ничего. Потом поговорим, Эйвон, потом. Странные они какие-то.